Девушки отдыхают Девушки отдыхают Заказ выполнять нужно Давай так Ты мне помогаешь кейс с хабаров вернуть А я рассказываю про твоего сталкера в деталях Идет? Дуй к сталкерам Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали И держат под замком Халецкого Это так зовут командиры местных вояк Разбирайся со сталкерами как хочешь Разрешаю все Но чтобы кейс с хабаров был у меня Попробуй для начала пообщаться с валерьяном Он у них главный Я им скажу что ты от меня подойдешь Ты что уснул что ли? Про кейс не забудь Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Что могу предложить? Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Есть что-то на продажу? Заходи попозже. Может, разживусь чем-то в времени. Здорово, наемник! От Сидоровича говоришь? Ммм, значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир скотина работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем. Ну и отпустить тоже никак. Да и этот тонхитрый сволочувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Чего интересно, да? Кэстер, ух, как бы все за парень. Смейся, смейся. Если охота узнать який с хабаром спрятан, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего. Скоро мои ребята всех вас в чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим. На седание. Чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынесите их снайперов до нас. Вали, вали. Это первая аномалия. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасу. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайне ей прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. Тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него картинаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим. Кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Привет, брат! Что могу предложить? Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Продолжение следует... Ну ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и Дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где Кейс спрятал. Ладно, Кейс, я скажу, в доме недалеко отсюда, на чердаке спрятал. Смотри-ка, раскололся, загнильцовый орешек оказался, треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Небось, заждался уже. Слушаю тебя. Привет, брат! Знаешь, Кабар-то накрылся. Халецкий в клетке. Знаешь, Кабар-то накрылся. И друзей полон. Только я и не из таких передряг выбирался. Есть у меня верный якорь. Да ничего, гоню. Хочешь узнать, Кирилл? Издеваешься? Да встретя тебя при других обстоятельствах, я бы... А сейчас устал их, что ли? Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать? Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы стал. И Сидорович, урод. И тварь эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защити им цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти бедики в телевизме. Или брешут в банк. Или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства. В рейсх один пробовал. Так, чтобы на пузе, да между аномалиями. Или, скажем, сектора зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы. Вечно нами дыры затыкают. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что? Сам живу. И другим жить даю. Понял? Слышишь, у него? А ты вообще знаешь, какая у меня торплата офицера? Вот и попробуй на нее прожить, ага. Так вот, за эти слез мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело государства, правительства, чтоб его. Начальники жируют. Все как один с зоны прибыли и лимит. Так почему мне? Халецкому нельзя. У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. Я выживаю, как умею. Я просыплюсь. Какой звезде с кругом? Одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Обман? Да вы все мне до одного места, швальня уставная. Наруши-то не хрен. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие у меня имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нервная. Вот я ее себе и организую, так могу, компенсацией. А ваши между собой, чеки, мне глубоко кофты. Хоть глотки друг другу переказать. Иди, иди, наемка. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...